Южный Дагестан – пример полного импортозамещения. Там в этом году выдался приличный урожай ранних овощей. Так, например, в одном только билетже за день собирают несколько тонн картошки и капуста. Это с лихвой покроет потребности не только дагестанского рынка. Однако спрос на нашу продукцию за пределами республики пока остается невысоким. Почему это так, расскажет Раима Абдулаева. Это, конечно, не мачете, но нож для сбора капусты тоже должен быть удобным и хорошо наточенным. За рабочий день жительница поселка Билиджи Рагимат Гусейнова успевает собрать полтонна овощей. Вырастили капусту, очень красивая, сочная, крепкая капуста. Ранняя белокочанная капуста сортов «Бурбон», «Жатадор» и «Мирор» неплохо прижила в Зербенском районе. Здесь же дозревает пекинская. На 50 гектарах на окраине Билиджи инвестор Абдула Мусаев посадил ранние овощи. Урожай хороший, вот только закупочная цена – 5 рублей за килограмм капусты. При себестоимости 8 фермеров не устраивает. Цена-то низкая, вот чем дело, себестоимость. Его 7-8 рублей, продают за 5 рублей. В любом российском магазине сегодня капуста 25 рублей. 5 рублей здесь, 25 рублей там. Почему? Три перекупщика. У нас нет своего спок. Этот спок будет закупать, отвезти, сетевикам отдавать, прямиком, без посредника. Его надо создавать. Спрос на дагестанские овощи на российском рынке пока низкий из-за ввозимой среднеазиатской ранее овощной продукции. Но Южный Дагестан в состоянии обеспечить капустой, редиской и картошкой отечественного потребителя. Будем думать, как можно будет организовать другие регионы нашей страны, чтобы могли приехать сюда, закупить нашу капусту, отвезти туда, реализовывать ее через сети супермаркетов, через закрытые учреждения. Вот это наша была основная цель. Были даны рекомендации нашим сельхозтоваропроизводителям, что необходимо им объединяться, организовывать какой-нибудь сельскохозяйственный потребительский кооператив. Здесь же в Дербинском районе по инициативе инвестора Абдуллы Мусаева посадили также картофель с торта «Тирос», который идеально подходит для изготовления фри и чипсов. Это скорость белой сорта, высоким содержанием крахмала. Более 18% содержание крахмала, более 22% содержание сухого вещества. Очень вкусные, очень серьезные. И проверить хотим, как она будет в Дагестане уживаться и в дальнейшем, стоит ли этот сорт распространять здесь. Для того, чтобы завоевать российский рынок, нужно время, терпение и работоспособность. Ну а то, что работать надо, засучив рукава министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мусафин Дивили Муранов, решил показать на собственном примере в одном из личных подсобных хозяйств, выкапывая раннюю картошку. Раим Абдулаев и Гасан Байрамов. Время новостей.